Презентация персональной выставки. Картин член Союза художников России Сергея Форостовского собрала в Большом зале музейно-выставочного центра друзей, коллег по творчеству, учеников художественной школы. На обозрение посетителям выставлена 41 работа, которые знакомят с простотой мест трех стран – Хорватии, Испании, Германии. Это все натурные материалы, то, что я писал с натуры. В мастерской они никогда не дописываются. И здесь присутствует некая такая эстетика, она называется этюдная эстетика. В этой эстетике работали русские импрессионисты. Это Коровин, Грабарь, Серов. Ну и, естественно, работали французские импрессионисты. Поэтому здесь интересная очень история. Они, с одной стороны, написаны, а с другой стороны, немного не дописаны для того, чтобы зритель мог иметь право додумать и восхититься непосредственностью. Молотномасты ракисты поражают воображение зрителя. При кажущейся незавершенности возникает ощущение присутствия. Этим и отличается стиль Сергея Форостовского. Здесь представлены произведения, где сюжетами являются какие-то городские пейзажи, городские улочки, прибрежные домики. Однако каждая работа художника, она незримо в себе содержит нечто человеческое. Человек присутствует здесь, среди этих уличных столиков, уличного кафе, среди этих лодочек. Сергея Викторовича не спутать никогда, ни с одним автором. Вот это воздушное пространство его произведений, которое наполнено буквально в каждом произведении воздухом, вот таким вот свето-воздушным, можно сказать, моментом, автор как будто создает произведение не красками, а вот этим светом и воздухом. Таланты Красноярской земли приветствовали ученик музыкальной школы, баянист Андрей Тюлени, старый друг художника Сергей Ставер и представители администрации города. И вот все, что мы видим, это, как по его словам, это просто трамплин. Но я хочу сказать, что трамплин это очень крепкий, очень профессиональный. И мы, назаровцы, очень надеемся, что у вас еще будет очень много впечатлений. Продолжайте охотиться за ними, продолжайте созидать, творить шедевры и продолжайте нас удивлять. Шарахался от достопримечательностей. Я искал закоулки, я искал свое место, откуда образ места раскрывается в самых лучших своих проявлениях. И мои художники, коллеги всегда шутят, куда мы приезжаем писать. Они говорят, ну вот сейчас в Ростовске пойдет искать помойки. То есть в этом есть суть места, которое я бесконечно ищу. Автор городских пейзажей, чьи работы находятся в Госверстном русском музее, городском художественном музее города Сан-Диего, США, музее русского искусства, город Харбино, Красноярском художественном музее имени Сурикова, Вачинске, Дерногорске, Болгарии, Германии, Франции, Китае, Корее, Японии, Австралии, Новой Зеландии, не перестает удивлять и назаровскую публику. Второй раз посещая наш город Сергей Форостовский, глубоко поблагодарил всех за оказанный теплый прием. В ответном слове на путствие подрастающих талантов не останавливаться на достигнутом. Русская школа по высоте, по культуре подачи, по качеству и по количеству выпускаемых талантливых людей стоит на первом месте. Потому что уникальная школа это когда берется маленький талантливый человечек, у него получается карьера в хорошем смысле образовательная. Художественная школа, училище, институт, академия. Погруженный свет и воздушную легкость представленных картин выставочный зал ждет своих посетителей. Юрий Белобородов, Андрей Исмаилов. Новости РЕН-ТВ Назарова.